Лео 34 и М, которому ныне присвоено имя Василий, вручает за Агапова. А еще репортер Хасан Клеопатра Олег Сейроса. Так теперь зовут 7 леопардов, имена для которых мог выбрать любой желающий. Дальневосточные леопарды живут только у нас, а заявки на конкурс присылали со всей России, в том числе и за границей. Леопардам давали имена всегда. Под порядковым номерам не всегда удобно их в научном мире как-то систематизировать. Но, как правило, эти имена давали самые научные сотрудники, которые встречали их либо на территории, либо определяли каким-то образом по фотоловушкам, используя метод фотомониторинга. На сегодняшний день мы поняли, что людям очень значимо именовать таких редких кошек, и для них имеет огромное значение, если именно они выбрали имя для дальневосточного леопарда. Конкурс хранителей леопарда стартовал еще прошлым летом. На суд жюри пришло более двух сотен заявок. А сегодня семи победителям вручают призы. В числе финалистов – волонтеры, школьники и журналисты информационного портала ВладНьюз. Когда отбирали имя, мы у многих просто спрашивали, да, а какое вы видите вообще этим животное? Каким? И многие просто говорили, из трех сразу говорили, грация, грациозная, грациозная, грациозная. И это так красиво звучит, грация. Это просто замечательное имя, подходящее, поэтому мы его и выбрали. У конкурса не было рамок. Специалисты оценивали не столько имя редкой кошки, сколько вклад участников в природоохранную деятельность. Задача каждого – рассказать, что делают они для защиты животных. Обычно у нас очень активные участники из Приморского края. В этот раз было очень много заявок из Сибири, из Центральной России. Они были все очень интересные. Это было очень радостно, я бы сказала. Дети присылали стихи, иллюстрации, поделки, видеоролики и многое другое. И сейчас они не просто школьники, а победители с почетным званием – хранитель имени леопарда. Обычно дети дают имена своим домашним кошкам. О том, чтобы увидеть настоящего тигра или леопарда, многие из них только мечтают. Но абсолютно все знают, это возможно, при условии, что каждый из нас направит свои силы на сохранение краснокнижных животных. Валерия Белоус, Вячеслав Петров, Новости на Восьмом. Валерия Белоус, Новости на Восьмом.